Витаю всех лядачей в Табит Пыснаке в YouTube-канал «Сейчас». Я, Олена Кырак, и «Разум земной» на стриме Сергей Жирнов, специалист из международных видносов ТАСПЭД-служб, Кулышни, старший офицер службы зовнишней розвитки КДБ СРСР ТА Руси. Сергей, рада вас приветствовать на стриме. Здравствуйте, Алена, и привет всем нашим зрителям в прямом эфире. Начинать будем вот с какой сенсационной новости второй случай утечки приватного диалога российских элит. Пока еще не подтверждена подлинность разговора, но вот предположительно, что говорили российский миллиардер Роман Троценко и его друг Николай Матушевский. Нецензурная лексика, критика власти, прогноз о том, что люди будут на улицах Москвы убивать друг друга, ну а лучший подарок сейчас семье, как утверждают они, это гражданство другой страны. Что вы, как специалист под спецслужбом, думаете о характере такого слива и в целом о сценарии развития событий, так как вот люди в этом диалоге описывают его? Ну, вы знаете, информационной бомбой был первый диалог, конечно, пригожено того, который Иосиф с Ахмедовым. Теперь это будет доказывать только о том, что... И вот тогда, кстати, когда появился этот первый диалог, мы сразу же говорили о том, что ощущение было, что вот это настроение, это настроение в элитах российских, это вот нервное настроение двух отдельно взятых людей, это просто такая вещь, которая была слита в пространство, но понятно, что такие разговоры ведут между собой все остальные. Вот. И вторая пленка, которая появилась, она, в общем, только просто подтверждает это дело. Это уже не бомба, это уже подтверждение, это уже становится системой. И это подтверждение тому нашему, ну, как бы, условному ощущению, которое было. Вот теперь это переходит в разряд фактов. Да, это уже не ощущение, это уже факты. Да, потому что когда мы видим уже вторую пленку, потом, может быть, будет теперь 10-20 тысяч, это уже значения большого не имеет, потому что все элиты, на самом деле, они знают это дело, они же знают, о чем они разговаривали. Ну, то, что вы говорите, там, нецензурная лексика, это, так сказать, это разговор в России. В России любые мужчины, где, когда нет женщин, а иногда даже, когда есть женщины, еще хуже, потому что женщины в России тоже матерятся. Ну, вот это такая специфика обычная, знаете, как это есть даже в интеллигентной даже среде, там, допустим, считалось, ну, как бы прикольно материться, да, и в 70-е годы все те, кто жили в те годы, читали «Москва петушки», которые просто написаны матом, да, книга, которая написана матом. Вот Венечки Ерофеева. И по этому поводу, в этом смысле форма меня не очень волнует, ну, пусть матерятся. А суть, суть того, что они говорят, того, что будет на улицах Москвы? А вот суть, это, конечно, это, конечно, интересно, это, безусловно, интересно, это показательно и символично, да, потому что если эти люди ощущают, что зреет какое-то, какое-то недовольство внутри, и что все это может вылиться в гражданскую войну, и, там, стрельбу на улицах Москвы, то, в общем, для Украины это очень хорошая вещь, это очень хороший показатель. Потому что он говорит о том, что война Путина в Украине действительно воспринимается всеми элитами как очень негативная вещь. Негативная не по отношению к Украине, а по отношению к Путину, человек, который развязал эту войну. Я уже высказывал много раз в своих интервью такую мысль, что сейчас Путина ненавидят все элиты. Абсолютно все элиты Путина ненавидят. По разным причинам ненавидят. Потому что есть голуби, есть ястребы, есть бизнес. Ну вот, голуби его ненавидят просто потому, что он сам факт за то, что он начал эту войну. Ястребы его ненавидят за то, что он плохо провел эту войну и проигрывает, и Россия проигрывает. Ему надо было венести ее гораздо эффективнее, гораздо больше, бомбить больше, убивать больше и так далее. А вся элита, бизнес-элита, его ненавидят за то, что он разрушил практически всю ту картинку мира, которую эти люди отстраивали больше 25 лет. Ну, строго говоря, 30 лет. То есть с распада Советского Союза они копили деньги, они зарабатывали деньги, они устраивали коррупцию, они устраивали себе жизнь, они отстраивали себе особняки. Они довольно быстро стали вкладывать эти деньги за границу. Прежде всего, в развитые страны, потому что это тогда считалось шиком. Купить себе виллу в Георице, купить себе шале в Куршевеле, купить себе яхту какую-то, купить себе недвижимость в Швейцарии, в Америке, в Англии, получить даже, я не знаю, гражданство этой страны. И они над этим работали, они направляли своих детей в частные школы за границу, в Швейцарию, в Англию, в Америку и так далее. Они своих жен селили просто на Западе. И вдруг все это дело накрылось медным тазом по вине одного единственного человека. Этим человеком является Владимир Владимирович Путин. Человек, который развязал эту войну, глупо развязал глупую войну. И вот все, что они говорят, это именно то. А дальше оценка того, что он сделал со страной. Ну, они это прекрасно понимают, что, в общем, в Российской Федерации нет нормальной экономики, нет никаких институтов власти, вообще никаких институтов власти. Нет ни судов, ни парламента, ни президента, ни полиции, ничего нет. То есть есть Путинская деревня, есть название как бы, как в западных странах, но на самом деле все это не работает как в нормальных цивилизованных странах. И это, кстати, раздражало элиты, потому что вы понимаете, что когда вы создаете себе какие-то богатства, то первая и главная цель, которую вы перед собой ставите, это чтобы эти богатства вы могли сохранить, чтобы они были неприкосновенными. И для этого в нормальном стране существует правовая система. Правовая система, вот соблюдение прав человека, суды, это вот, вы знаете, будете смеяться, но вот это самый краегольный камень капитализма. И если нет правовой системы, которая вам обеспечивает неприкосновенность вашей собственности, то нет капитализма и нет государства. И Путин в этом смысле разрушил эту систему. То есть он поставил под вопрос основы капитализма. То есть когда он начал раскурачивать там НТВ, а потом Холдинг и фирмы Ходорковского, он показал, что в Российской Федерации все решает административный ресурс. И это кого-то там устраивало на первичном варианте, но умные люди понимали, что таким образом стабильную систему не построить. Стабильная система должна абсолютно гарантировать неприкосновенность частной собственности, свободу человека. Иначе не построить капитализм. Вот это не понял Путин. И, кстати, это не понимает сейчас Ситин Пин. Ну, смотрите, вы говорите умные люди, да? Ведь умные люди еще много лет назад начали выезжать. А вот сейчас кремлевские элиты, о которых мы говорим, они возмущаются, они ненавидят. И все? Они продолжают бояться Путина? Они не боятся Путина. Путина уже вообще никто не боится. Боятся не Путина, боятся реакции и боятся раскурочивания, боятся того, что начнется передел собственности. Вот чего боятся. Реакции кого? У Путина вообще нет никого. Вообще Путин уже не президент. Путин уже 6 месяцев как не президент, потому что Путин доказал, что он не умеет воевать, что у него нет армии и что у него нет реально работающей системы государственной власти. Потому что когда Пригожин материт начальника генерального штаба, для Путина было важно, чтобы доказать, что он главнокомандующий, что у него есть работающая система, немедленно сразу арестовать Пригожина и посадить его в тюрьму. Поэтому Путин не сделал. Все. Если он не сделал, значит у него нет просто государственной власти и государства, и государственных институтов. А дальше люди, которые это почувствовали. Кстати, это почувствовал первый Пригожин. Вот поэтому Пригожин теперь и пиарится везде, поэтому Пригожин наезжает на всех. Вы можете себе представить, чтобы Пригожин, частное лицо, наезжал на начальника генерального штаба Российской Федерации? Это в условии законов путинских, когда за слово «война» дают 7 лет. За произнесение слова «война» в публичном пространстве дают 7 лет. Пригожин материт Шойгу и Герасимова, и ему не только 7 лет не дают, а ему там дают даже какие-то там награды. А Пригожин не проект Кремля, Сергей? Пригожин был, безусловно, проектом Кремля, был, безусловно, лично Путина. Лично Путина, потому что он был человеком, который нравился Путину и хотел понравиться Путину. Потом, который, кстати, работал, был встроен в государственную политику Российской Федерации, потому что у Пригожина задача была проводить мероприятия во внешней среде, за границей, для Российской Федерации, но не от ее имени, то есть скрывая принадлежность формальную к Российской Федерации. А вот когда его послали на войну в Украину, то все это дело порушилось. И вообще вся система путинской власти с этой войной тоже стала рушиться. Вот отсюда все эти разговоры, все эти люди, они все понимают, что они сделали на самом деле ошибку. Вот вы правильно сказали, задали мне вопрос, а что дальше? Ну вот поговорили они. Проблема-то у них в чем? Что одно время, сначала в начале, они зарабатывали деньги и понимали, что эти деньги ничего не значат внутри России. И их нужно сразу куда-то вывести в нормальную страну. И вот если вам удалось вывести в нормальную страну, то у вас нормальное богатство, которое обеспечивается всей правовой системой западной цивилизации. В том числе неприкосновенность с частной собственностью. А потом на каком-то этапе, когда Путин пришел, он показал, что вроде он выстраивает какую-то новую Россию, стабильную. И появился интерес для тех людей, которые раньше выводили капиталы из России, возвращать капиталы в Россию. То есть они поверили вроде как бы в эти игрушки о новой стабильной России. А потом в этой новой стабильной России начали раскурочивать там вот какого-то там Пугачева, того же, тоже друг Путина, Пугачева. У него отняли компанию на 15 миллиардов. Ходорковский раз отняли компанию тоже на 20 миллиардов. И так далее и тому подобное. И они поняли, что да, в России можно, в России можно возвращать деньги, но это будет зависеть от того, друг ты Путина или не друг Путина. Вот пока ты друг Путина, у тебя деньги есть. Если ты станешь не другом Путина, тогда у тебя могут все отобрать. И тогда они все заткнулись и стали делать вид, что они все друзья Путина. А теперь они попали в ловушку, потому что теперь есть западные санкции. Теперь, если бы даже они хотели вывести свои компании, у них теперь физические возможности нет, юридические возможности нет, экономические возможности нет. Им закрывают счета. Вот уже пошли сообщения о том, что там Кипрский основной банк закрывает счета российским российским резидентам и нерезидентам, особенно нерезидентам. И так далее и тому подобное. И они поняли, что они попали в ловушку. И вот теперь разговор идет о том, вот мы находимся в ловушке из-за этого одного идиота. Вот. И таким образом я уже шесть месяцев или там даже больше им говорю. Ребята, один человек решает вашу судьбу. Уберите этого одного человека. Отдайте его в Гаагу. Вот вам Запад дал возможность, вам Запад показал. Ребята, вот есть ордер на арест Путина и на привод его в Гаагу с этой стеткой его подельницы. Вот сдайте его в Гаагу. И все, и все ваши проблемы исчезнут. И немедленно прекратите войну, и немедленно выведите войска, начните выплачивать репарации, и все для вас вернется в обратную сторону. Вы снова станете нормальными людьми. Ваши замки, ваши яхты на Западе будут снова работать. Ваши деньги на Западе будут работать. И ваши деньги в России будут работать. Вот. Один человек мешает всему этому делу. Значит, надо убирать Путина. Но каждый из них, ведь Путин сделал так, что... А коллективного Путина не существует, вы считаете? Вот вы говорите, я все... Да. Путин исчез, его сейчас нету. Сдали МГАГу, физически устранили. Что дальше? И коллективного Путина сейчас нету. Сейчас коллективного Путина, коллективный Путин, ведь Путин выстроил систему, в которой нет формальной структуры, признанной всем обществом. Вот то, что было в Советском Союзе. В Советском Союзе мы все говорили, там вели разговоры на кухнях, мы все были недовольны этим делом, но была структура, которая называлась Коммунистическая партия Советского Союза с ее институтами. То есть в ней был главный орган КПСС Съезд. Съезд выбирает ЦК, в ЦК выбирают секретарь ЦК и Политбюро. И все было всем понятно. Умирает генеральный секретарь, собирается немедленно Политбюро, временно выбирает какого-то нового, потом собирается пленом, утверждает его, или там на ближайшем съезде все это утверждается. Все было всем понятно на много лет вперед, весь механизм был прописан письменно. У Путина нет никакого письменного механизма. То есть есть механизм Конституции, если с Путиным что-то становится, что-то делается, премьер-министр временно исполняет обязанности и должен в течение трех месяцев организовать новые выборы президента Российской Федерации. Это механизм формальный, государственный на бумажке. А вот неформального механизма не было, потому что у Путина просто были какие-то его приятели. И мы все гадали, вот какой из его приятелей ближе к нему, кто доступ, вот сейчас Сечин вхож или не вхож, там еще кто-то, Медведчук, Медведчук, там братья Ковальчуки, там еще, Артенберги, вот кто из них реально что где решает, насколько администрация президента что-то решает. Это непонятно. А когда это непонятно, когда в государственном управлении нет понимания, кто чего, что делает и как все это дело, в случае, в плохом случае, вот и считает президент, что дальше происходит. Этого понимания нет. Это чрезвычайно плохо для бизнеса. Бизнес не любит никаких недоговоренностей. То есть на первом этапе, когда бизнес бандитский, его это устраивает, пока идет накопление капитала. Но когда капитал накоплен, его нужно развивать и его нужно сохранять. И для сохранения, для работы капитала нужен абсолютно прозрачный и предсказуемый бизнес. Раз, и абсолютно прозрачная и предсказуемая государственная система, работающая государственная система, работающая юстиция. Путин это все сломал. Он идиот. Идиот. Это, опять же, вот уже во всех интервью, когда я это говорю, мне начинают говорить, вот чего ты там оскорбляешь Путина, ругаешься какой-то эксперт, если ты ругаешься на Путина. Я поясняю. Это не ругательство. Это экспертная констатация факта. Путин идиот. Потому что не может человек ломать систему государственного управления. Не может человек ломать систему государственных институтов. Не может страна площадью 17,5 миллионов квадратных километров существовать без государственных институтов, работающих. Если не работают институты, это не страна, и она не будет никогда развиваться. И это понимают, кстати, самые умные люди от бизнеса. Но это не понимает Путин, потому что он отстроил мафию. А мафия, это хорошая вещь, но даже в Италии мафия уже не работает. И уж итальянская мафия в Америке, ее там в 20-е, 30-е годы разгромили. Сергей, ну вот, кроме того, что вы сказали, Путин еще и международный преступник. Вы говорите, что обращаетесь посредством связи, в том числе к бизнес-элитам, чтобы они сдали его в ГААГу. Как вы себе представляете этот процесс? Насколько это реалистично? Ведь тут уже ЮАР хочет внести поправки в законодательство, чтобы не признавать римский статут, саммит БРИКС, чтобы прошел, куда и будет кремлевский диктатор ехать. Вот как физически, да, элиты могут в ГААГу доставить Путина? Как вы видите этот процесс? Ну, во-первых, я вас немножко поправлю. Путин не является военным преступником, потому что человека можно объявить военным преступником, когда его таковым признал какой-то суд. Пока еще ни один суд Путина военным преступником признал. Он является подозреваемым во военных преступлениях, и по этому поводу выдан арест и обвиняемым. То есть он перешел даже не только из разряда подозреваемых, но в разряд обвиняемых, поэтому ему вынесен ордер на арест. То есть когда у суда есть достаточно оснований для того, чтобы изменить ему меру пресечения, то есть посадить его в тюрьму до суда, а дальше его судьбу будет решать суд. Игрушки с международным судом это давнишняя история, потому что мы понимаем, что это институция, у которой нет силового механизма исполнения решений. Это проблема вообще всех международных организаций, это проблема организации объединенных наций, такая же проблема. Резолюцию можно принять, резолюция, которая там осудит Россию, призовет ее там, допустим, чего-то там делать, Россия на эту резолюцию плевала, и у организации объединенных наций нет возможности того, что есть у суда. У нормального суда, в обычном государстве, есть система государственных судебных приставов. То есть, если вы отказываетесь исполнять какое-то решение, к вам придут люди вооруженные, опечатают все ваше имущество, посадят вас в тюрьму, и дальше будет решать дело снова суд. Или к вам придет полиция, вооруженные люди, арестуют, вам посадят, сделают наручники, наденут на руки, и приведут в участок, и потом в СИЗО или в тюрьму. У международных организаций такой системы нет, к сожалению. И, больше того, у международного суда в ГААГе он функционирует как организация, которую добровольно признают какие-то государства. Вот есть 143 страны, которые ее признали, его признали, или там 123, 123 страны, которые его признали, и не только признали, но и ратифицировали свое вступление присоединения к международному уголовному суду ГААГе. В ООН существует 193 страны, то есть мы понимаем, что есть 70 стран, которые этот суд либо не признают вообще, либо условно признают. Я вам скажу очень неприятную вещь для Украины. Украина до сих пор не ратифицировала римский статут. Украина признает суд международной ГААГе, то есть она подписала соответствующие документы, но она не прошла всю процедуру ратификации этих документов в Верховной Раде. И, кстати, в этом смысле с украинской стороны это очень большая недоработка, это очень большая слабость институциональная в Украине, потому что если такой суд выдал ордер на арест, то россияне могут любому украинскому руководителю, который говорит, вот Путина надо отдать в ГААГу, они скажут, а вы не ратифицировали даже римский статут, о чем вы вообще можете вести речь. И в Украине в этом смысле это огромная недоработка, это огромная недоработка, которая нужна немедленно, я уже в эфирах украинских каналов это говорил, и обращался в этом смысле к вашему руководству. Руководству Верховной Рады и президенту Украины надо немедленно, немедленно ратифицировать римский статут, немедленно, потому что иначе у вас не будет просто морального права с Россией говорить и требовать, чтобы Путина выдали в ГААГу. А дальше, насколько реально все это делается, это реально тогда. Элитами, вот элитами мне интересно, как вот вы видите это? Это реально только тогда, это, во-первых, с юридической точки зрения, это реально только тогда, когда сама страна, Российская Федерация выдает этого человека в ГААГу. Только так это может. Так это было с Милошевичем в Сербии. То есть, когда Сербия, используя свои институты юридические и правоохранительные, арестовала этого человека и выдала его сама в ГААГу. Вот так должно это быть в России. То есть, до этого должны созреть элиты, естественно, и в том числе государственные элиты, то есть, те люди, которые занимают формальные должности министра внутренних дел, министра юстиции, специальных служб, ВСИН и так далее. То есть, вот они все должны арестовать Путина, соответственно, это должно пройти там через Думу, то есть, его должны лишить государственной власти, лишить статуса главы государства, посадить в тюрьму в России, во-первых, и потом уже выдать в ГААГу. Вот так это юридически выглядит эта процедура. Каким образом это все делается? Вы сами понимаете, что это, в общем, революция некая, или там государственный переворот, потому что сам Путин, естественно, не уйдет от власти. То есть, либо его должны люди заставить, его окружение ближайшее, заставить уйти на пенсию. Сказать, дед, хватит сидеть в бункере, езжай в Венесуэлу на маленькую ферму с бассейном и живи себе тихо-спокойно на пенсии, потому что ты нас всех достал, потому что из-за тебя, из-за идиота мы терпим огромные убытки. И вот как только это все дойдет до ближайшего окружения Путина, они это смогут сделать, легко могут сделать. На самом деле все решается, вы знаете, когда была революция в Румынии, вот там вышли какие-то люди перед президентским дворцом, Чаушеску, и буквально там за два дня накануне до этого прошел какой-то то ли съезд, то ли пленум, где пели дифирамбы, там и Чаушеску, его жена, замечательные люди, великие руководители и так далее. Потом выходит несколько десятков тысяч, даже сотен тысяч человек на площадь, и его же не демонстранты арестовали, его арестовала армия, его армия, его генералы и офицеры, они его арестовали, а он, вот эти кадры были совершенно замечательные, Путин боится именно этих кадров, то есть он боится того момента, когда Алексей Рубежной, начальник президентской охраны, придет к нему и скажет, Владимир Владимирович, ты меня извини, конечно, но вообще ты арестован, вообще, ты арестован, все, потому что мы решили, что ты нас всех достал, и все, и все, и в этот момент Путин прекратится немедленно, Путин вообще уже прекратился, у Путина нет власти, я вам объяснял, что когда Путин не может принимать никакие решения, кстати, это вот доказательством, очередным доказательством, там, был, например, Керченский мост, происходит теракт на мосту, да, почему Путин не снял никого из тех людей, кто ответственным был за этот теракт, туда три дня накануне приезжал Патрушев в Крым 5 октября и проводил совещание об обеспечении безопасности Крыма через три дня теракт, значит, надо было немедленно снимать Патрушева первого, вот если у Путина есть власть, если у Путина есть институт и государственное управление, он должен быть немедленно, должен был опубликован, был премьер-президентский указ об освобождении от должности секретаря Совета Безопасности Патрушева Николая Платоныча, первое, Путин этого не сделал, дальше должен был опубликован приказ об отстранении от исполнения своих обязанностей директора Федеральной Службы Безопасности, потому что если происходит такой теракт, когда грузовик заходит с российской территории, то не работает ни ФСБ, ни Совет Безопасности, ни Гвардия, вообще ничего не работает, но проблема заключается в том, что у Путина нет власти, потому что если он опубликует такой указ, то где гарантия для него, что он останется в своем кресле, и вот мы тогда поняли, что нет никакого Путина, нет никакого президента, нет никакой государственной власти, есть просто человечек, который там на картинке на какой-то ходит, мы даже не уверены, что это он теперь, что это какой-то субъект, который там выдает себя за Путина, двойник, тройник, четверник, без разницы, и последним доказательством этого дела было, что поездка этого четверника по штабам без сопровождения министром обороны и начальником генерального штаба. Это полное нарушение военной субординации и военного протокола. Если главнокомандующий едет в какой-то региональный штаб, его должен сопровождать одно из высших должностных лиц Министерства обороны или генерального штаба. Если этого нету, он приехал в расположение войск специальной военной операции. В этих войсках есть четыре начальника. Начальник Герасимов, у него три заместителя. Ким, Солюков и Суровики. Ни одного из этих человек с Путиным не было. О чем это говорит? О том, что нет никакого государственного управления у Путина и нет управления в войсках, когда он ездит без первых лиц государственного. То есть, зачем он ездил? Проверять их? Проверять то, что они ему рассказывают правда это или неправда? То есть, напрямую. То есть, он выходит на каких-то подчиненных этих лиц без участия этих прямых лиц. Для государственного управления это является нонсенсом. Это абсолютный нонсенс. То есть, Российская Федерация как государство уже не работает давным-давно. И умные люди это понимают. А дураки говорят, вот, посмотрите, вот видите, главный начальник, какой умный царь, поехал посмотреть, как у него там какие-то там холопы, где-то чего-то делают. И бояр даже с собой не взял. И это глупые люди, потому что они понимают, что если такая штука начинает на картинке крутиться, то люди, даже не понимающие ничего в управлении государством, даже не понимающие ничего в этих структурах, в этих административных взаимоотношениях, в которых я вам рассказываю изнутри, как человек, который понимает, который работал, у которого диплом по государственному управлению из Франции, из Академии администрации при перемене министре Франции. Вот люди, которые даже это не понимают, они это понимают на чувственном уровне. Они понимают, что что-то не так там идет у них там вот в этой власти, что-то не так. Не удивлю вас следующим вопросом, потому что, пожалуй, самая обсуждаемая сейчас тема во всех медиа 9 мая. Москва, что будет, будет ли выступать Путин, потому что вот Песков сказал, что будет это выступление, но мы знаем, что диктатор может изменить свое решение в самый последний момент. Ваш прогноз, что будет в эту сакральную дату для Путина? Во-первых, извините меня, Алене, я очень щепетильно отношусь к словам, Путин никакой не диктатор. Нет никакой диктатуры в Российской Федерации. В Российской Федерации есть бардак, есть произвол, есть мафия, но нет диктатуры. Путин не диктатор. Вот Сталин был диктатором, Гитлер был диктатором, Муссолини был диктатором, Путин не диктатор. У него, вот он издаст завтра указ, этот указ никто не будет выполнять. Никто не будет выполнять этот указ. Из этого, и когда из службы охраны президента капитан может убежать из Казахстана в Турцию, какая диктатура? Какой Путин диктатор? Кого Путин как диктатор наказал? Вот там, я не знаю, прошло убить там какого-то корреспондента. Опять же, это значит недоработка ФСО, недоработка ФСБ, недоработка милиции. Кого он наказал, этот диктатор? Где его диктаторские решения? Мы никого не видим. Пригожин вышел тут же и сказал, что и ему диктатору, вот этому диктатору, некий Гиркин, какое-то условное частное лицо из публичной площади, говорит Вова, заткнись. И где? И где дальше Гиркин? А Гиркин продолжает вещать на тех самых каналах. Он почему-то не в СИЗО, он почему-то не в Матросской тишине, не в Лефортово, нигде. Какой Путин диктатор? Никакой Путин не диктатор. Вот дальше факт про 9 мая. Уже сам факт того, что мы с вами обсуждаем, и вся пресса, и все медиа обсуждают, будет ли парад или не будет, говорит опять же, что в Российской Федерации нет никакого государственного управления и нет никаких силовых ведомств. Потому что если работающая диктатура, там не стоит вопрос, будет парад или не будет. Парад обязательно будет, и обязательно будет с авиацией, и обязательно будет по запланированному плану. Путин повторял 10 раз, все идет по плану. И все, вся страна над ним смеялась и говорила, Вова, ну если ты нам говоришь, что все идет по плану, значит у тебя в плане было отступать в Чернигове, отступать из-под Киева, отступать из-под Сум, отступать из-под Харикмула, отступать из Херсона. Это у тебя такой план был? Вова, это у тебя такой план? Тогда извините. Рабинович не негодяй, я извиняюсь. Старый анекдот. Если у тебя такой план, тогда вообще с тобой не о чем разговаривать. И с ним в общем не о чем разговаривать, потому что, конечно, у этого человека нет никакого плана, и у него нет теперь ощущения у всей страны теперь, что, во-первых, этот человек не руководитель, это бункерный дед, который боится за свою жизнь и который сидит в бункере. Когда он появляется на людях, это даже не он, а это его двойники. Это теперь понимают все и разговаривают и обсуждают все. В прошлом году отменили воздушный парад. Это был огромный прокол. Огромный прокол, потому что в Москве сказали «плохая погода». И показывают картинку, когда ярко светит солнце, значит, Путин там ходит совершенно спокойно, без зонтика. Да вот если бы там был снег, лежал бы метр снега на Красной площади, мы бы поняли, почему отменили воздушный парад. «Ярко светит солнце, и нет воздушного парада, потому что плохая погода». На кого это работает? На каких идиотов это может работать? И теперь мы с вами обсуждаем, что, во-первых, демонстрация на 1 мая отменена. Раз. Бессмертный полк отменен. Два. Воздушного парада уже не будет, потому что его уже в прошлом году отменили. Это три. И, значит, разговор идет о том, а вообще приедет Путин на 9 мая или не приедет? И там к нему приедет какой-то… Ну, президент Киргизстан уж приедет к нему. Единственный гость, наверное. Вот, отлично. Значит, объясняют нам, что вот… И главная у нас теперь проблема, приедет президент Киргизстан или не приедет. Да, вот сам будет. Состоится ли его явление Христа народу, значит, явления Путина народу на 9 мая не будет. Вот сам факт того, что мы с вами это обсуждаем за две недели до 9 мая, говорит о том, что в Российской Федерации уже ничего не работает. Ну, все-таки выйдет, как считаете, двойник, не двойник, но кто-то на Красную площадь 9 мая или нет? Он обязан выйти на 9 мая. Из бункера? Вы про оригинал говорите? У нас тут двойников просто пошла. Без разницы абсолютно. 9 мая они обязаны провести парад, потому что если будет отменен парад, это значит, что Российская Федерация капитулировала. Они не могут не провести этот парад. Вот просто это… Путин поставил себя в ловушку. Путин загоняет постоянно себя в ловушке. И вот тем, что он там последние 20 лет ходил с этими ленточками, облизывал несуществующих ветеранов, потому что ветерану Великой Отечественной войны сейчас настоящему должно быть 98 лет. Сколько вы можете видеть стариков-мужчин 98 лет в Российской Федерации? Их там можно посчитать по пальцам. Значит, вся эта публика, которая сидит в военной форме на этом параде, она не имеет никакого отношения к 9 мая 1945 года. Потому что вот у меня папа умер 2 года тому назад, 3 года тому назад, ему было 92 года. Он не воевал. Вот сейчас ему 95 лет должно было быть. 95 лет. Он не воевал. Он работал на военном предприятии, у него был статус ветерана, потому что он работал на военном предприятии подростком. Подростком. То есть люди, которые воевали, это люди 1925-1926 года, годов рождения, 27-го и самое последнее. То есть тому, кому в 45 лет исполнилось 18 лет. Этим людям сейчас должно быть 97-98 лет. Сколько вы видите этих ветеранов на красной площади? То есть это вообще все петрушки все эти. И путинские игрушки с этим делом. Он сам себя загнял в угол, потому что он празднует победу, от которой не осталось вообще уже ничего. Вообще ничего. Я уж не говорю о том, что забота о ветеранах. Реальная забота о ветеранах. Есть такая табличка. В Казахстане ветерану Великой Отечественной войны выплачивают 3,5 тысячи долларов в месяц. 3,5 тысячи долларов в месяц ветерану Великой Отечественной войны. В Российской Федерации 120. 120. Вот. И все это им сказано. Но отменить этот парад он не может. Потому что если он отменит, это будет акт о капитуляции Российской Федерации в войне в Украине. Но он сейчас боится, правильно? Много сейчас разных конспирологических теорий, вплоть до физической ликвидации непосредственно. Конечно. Конечно боится. Он боится всего сейчас. Он боится, во-первых, физической ликвидации. Почему отменили военный парад, воздушный парад в прошлом году? Потому что, во-первых, они боялись, чтобы там какой-нибудь Украинец со Стингером не сбил бы один из самолетов прямо над Красной площадью. Или там на подлетах Красной площади. Или даже в Кубинке, откуда они стоптуют. Без разницы. Вот. Это раз. А второе, они боятся 11 сентября, повторение 11 сентября 2001 года, но на Красной площади. Что какой-нибудь пилот возьмет свой истребитель на мавзолей, бабахнет и все. Представляете, какой будет скандал. И на этом Путин закончится вообще как человек. Физически закончится, потому что он стоит на этом мавзолее. Или рядом сидит. Вот. Поэтому они отменили воздушный парад. Поэтому они отменили воздушный парад. Я даже скажу такую штуку, что, возможно, им придется отменить даже проход техники. Потому что где гарантия, что вот человек, который ведет танк по Красной площади, возьмет и не развернет этот танк, и вот он не пойдет на трибуну мавзолея. Со своим этим танком. Я попробую его остановить за этот танк. Да, он там, конечно, там начнут чего-то там делать. Но чего? Стрелять будут из Птурса по этому танку прямо на Красной площади во время проведения парада. Что с ним будут делать? То есть, строго говоря, вообще выводить военную технику на... Тогда, когда есть неуверенность вообще в безопасности Путина. Поэтому какой там Путин настоящий? Конечно, это двойник. Конечно, это двойник. Путин никогда не выйдет. Путин, который трясется за свою жизнь, который заставляет людей сидеть по две недели, прежде чем с них встречаются. Который отсаживает их на три километра за стол, на котором надо бинокль брать морской, чтобы видеть там, кто там находится на другой стороне стола. Какой Путин выйдет на военный парад, где идут танки, бронетранспортеры, которые могут в любой момент повернуть направо. Вот представьте себе. Ну, трехнулся человек вот за рулем этого танка. Повернул и все. И направил его на мавзолей. И что ты с ним будешь делать там, на мавзолее Путин? Вот. Поэтому, конечно, там двойник-тройник. Но не провести этот парад они не могут. Он загнал себя в угол. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Сергей, благодарю, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Всегда вас рады видеть на ютуб-канале сейчас. Спасибо. До наших глядачей. До наших глядачей звертаюся. Традиційно коментуйте це відео, підписуйтеся, поширюйте його, щоб якомога більше людей могли його побачити. Ну, і, звичайно ж, свої коментарі, якщо маєте питання до Сергія Жирнова, так само залишайте. Розглянемо і обговоримо їх вже під час наступного стриму. Дякую. Дякую.